Добрый день! В эфире Илья Вумф ТВ. У нас в гостях заместитель председателя Совета Министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Львович Мурадов. Добрый день, Георгий Львович. Добрый день. И министр культуры Республики Крым Татьяна Анатольевна Манежина. Добрый день, Татьяна Анатольевна. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. В эти дни уже ставшие традиционные Дни Крыма в Республике Армении проходят. Вы приехали делегацией, большой программой. И мы просим для наших телезрителей представить, с чем вы, с какой программой в этот раз вы приехали в Армению. Прежде всего, я хочу и вас поблагодарить за то, что мы регулярно здесь, в этой студии встречаемся каждый год. Это у нас уже пятые или шестые дни Крыма в Армении. Делаем мы это регулярно в связи с годовщиной Крымской весны, которая у нас отмечалась в этом году в девятый раз. Девять лет назад мир сделал радикальный поворот. И Крымская весна была той отправной точкой, которая привела, безусловно, к серьезным изменениям. Сначала внутри нашей страны, на постсоветском пространстве и в мире в целом. Я бы сказал, что Крымская весна стала для самой России определенной точкой невозврата. Невозврата к зависимости, невозврата к отсутствию свободы, отсутствию тех шагов, которые были направлены на укрепление российского государства. Сегодня назад дороги нет. Сегодня Россия провозгласила курс на то, чтобы мир был многополярным, чтобы государства были самостоятельными. Но в этих условиях, конечно, обострилась международная обстановка. Мы все это видим, все наши уважаемые зрители и слушатели знают об этом. Но я хочу подчеркнуть, что в любой обстановке мы будем не терять нашу цивилизационную связь с Арменией, с армянским народом. Крым и Армения связаны на протяжении многих веков. Мы все являемся частью нашей большой восточно-христианской цивилизации. Безусловно, сегодняшние перемены в мире нацелены именно на то, чтобы мы могли отстоять свои ценности, свои традиции, свою историческую память. И никакие попытки наших противников извратить историю, привести общественное мнение в своих странах к иной точке зрения по, например, таким важнейшим вопросам, как победа в Великой Отечественной войне, как ценности семьи, ценности брака, ценности уважения между людьми, и ценности уважения, наконец, между государствами, никто нас с этого пути свернуть не сможет. Мы боремся не в одиночку. Мы должны понимать, что с нами вместе большинство государств мира. Посмотрите на недавний визит руководителя Китая после его переизбрания в Москву. Насколько теплые дружественные отношения складываются между нашими странами. Прекрасные отношения у нас со странами БРИКС. Это и Индия, и Бразилия, и Китай, и Южная Африка. И вообще множество африканских государств сегодня тяготеет к России, поддерживают нашу борьбу за справедливость, самостоятельность и свободу всех государств. С нами Ближний Восток, с нами Латинская Америка, государство Юго-Восточной Азии. Не замкнулось все пространство мировое на агрессивных странах НАТО, Соединенных Штатах Америки в первую очередь. И те, кто думают, что это палочка-выручалочка, избавление какое-то от проблем мирового развития, а проблемы в мировом развитии всегда на протяжении истории появляются, те очень сильно ошибаются. Мы, безусловно, видим, в каком кризисе сегодня находятся государства, которые объявили абсолютно незаконные санкции против России. Считали, что там полтора-два процента мировой экономики и не думали о том, что мы 40% мировых природных ресурсов, без которых они сами жить не могут. Они столкнулись с сильнейшим кризисом, и энергетическим кризисом, и сырьевым кризисом. А наша страна держится, потому что мы самодостаточные. У нас есть все для того, чтобы развиваться и помогать в развитии нашим ближайшим друзьям, тем, кого мы зовем цивилизационными партнерами, то есть членами нашей единой семьи. Семьи многовековой, семьи со своими устоями. И так мы себя ощущаем в наших взаимоотношениях с Арменией. Мы прекрасно знаем те элементы пропаганды, которые всеми силами применяются западными государствами, нашими теперь мы откровенно говорим и в сегодняшних условиях. Это наш противник, который применяется в отношении ближайших к нам народов, в том числе в отношении Армении. Я хочу однозначно заявить, никакие разрывы семейных связей никогда никого не приводили к добру. Это в человеческих отношениях видно, это видно и в отношениях между государствами, родственными и связанными теснейшими узами. Безусловно, вот это извращенное сознание, которое проповедует Запад насчет человеческих отношений, семейных отношений, уже не поймешь родителей один, два, 50 уже разных гендеров или полов, это все тупик в понимании, в осознании того, кто ты есть, что из себя представляет человеческое сообщество. Это большие глубинные проблемы, которые свидетельствуют о том, что в эту кампанию не просто идти нельзя, к ним приближаться сегодня нельзя. Может быть, они когда-то поправятся, мы им будем в этом помогать, но сегодня они объявили агрессивнейшую политику против России, против нашего всего цивилизационного пространства, потому что мы видим, что сделали с Украиной, ее попытались перетащить насильственно в этот бордель, о котором я говорю, где нет ни семьи, ни полов, ничего, превратить в собственного раба и использовать, как хотят. Это Россия не допустит сделать, мы не позволим. Мы все равно нашу сестру, часть нашего единого большого исторического народа освободим от этих пут. С этим связаны и столкновения, которые у нас происходят с Западом на украинской территории. Они объявляют о том, что они должны во что бы то ни стало одержать стратегическую победу над Россией и покончить с Россией как великим, крупным, сильным государством. Это сделать никому не удавалось на протяжении многих-многих веков. Не удастся и сейчас. Народ сплачивается. Я по нашему Крыму вижу, как люди поднялись. Возродилось народное ополчение. Очень многие люди ушли на фронт. Помогают своим братьям из Северной Таврии, то есть Херсонщины, Запорожья. Помогают братьям из Новороссии. Это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и еще целый ряд территорий, которые к России всей душой тянутся. В этих условиях мы привезли в Армению прежде всего культурную программу. Потому что культура – это код цивилизации. Если сохраняется наш язык, наша память, наше образование и наша культура, значит мы остаемся как единая цивилизация, единая общность людей. Поэтому у нас сегодня, в ходе этого визита, состоялись не только встречи с бизнесом, что это тоже очень правильно, это материальная часть жизни людей. Но мы делаем акцент в этот раз на духовную жизнь людей, на культуру. Привезли те произведения наших прекрасных музыкантов, которые связывают наши народы. Это произведения Александра Спиндиарова, создателя во многом современной армянской культуры, величайшего композитора, который родился, вырос и творил в Армении. Мы, безусловно, говорим о творчестве таких великих деятелей культуры, как Иван Константинович Айвазовский, или как в Армении принято его называть Ованесом Айвазианом. Мы говорим о многих-многих людях, которые и сегодня составляют основу нашего культурного наследия. В Крыму очень много точек, которые связаны с морской Арменией, или черноморской Арменией, так и так ее называли в средние века. Армянская община сегодня, руководители, которые с нами вместе приехали в делегации, тоже ведут большую работу, встречаются с соотечественниками, рассказывают о мирном, гармоничном, очень устойчивом развитии сегодняшнего Крыма после того, как он вернулся на родину. У нас в два раза вырос валовый внутренний продукт. У нас, конечно же, появились колоссальные новые объекты, начиная от Крымского моста, трассы Таврида, от аэропорта, который как раз и носит имя Ивана Константиновича Айвазовского. Построена масса школ, больниц, учреждений социального профиля, развивается промышленность, сельское хозяйство, абсолютно новые технологии применяются. То есть Крым расцветает, Крым процветает. И мы делимся этим счастьем с нашими армянскими друзьями. И хотим сказать, что вот только так, будучи вместе, мы добьемся успехов, добьемся совместных побед, но мы сначала должны победить в этой схватке с врагом, который на нас пытается обрушить, свои злобные, но последние силы. Но я уверен, скоро нам это удастся. Георгий Львович, вы уже отметили, что на протяжении нескольких лет уже проходят Дни Крыма в Республике Армения. Кроме имеющихся сложностей, логистических связывающих Крым с Арменией и то, что сейчас Россия находится в специальной военной операции, как развиваются в этих условиях армяно-крымские связи? В прошлом году тоже был бизнес-форум. Получается развивать? Безусловно, получается. Я хочу сказать, что не все видно в статистике. Но это может быть и нормальная ситуация для тех условий, в которых Крыму приходится жить или приходилось жить. Я думаю, они радикально изменятся. Когда различные предприниматели пытались провести через другие компании, спрятаться, чтобы их видно не было. Этому придет конец уже в ближайшее время. Но наши отношения успешно развиваются. И в сфере торговли, и в сфере образования и культуры. И, конечно же, в тех вопросах, с которыми нам предстоит идти на перспективу. Не будем забывать, что Крым – это южные морские ворота России. И если у Армении, у других наших союзников по Евразийскому экономическому союзу возникают потребности, как вы сказали, логистические, транспортные, то Крым – это ворота, через которые можно идти в дружественные имена страна Ближнего Востока, Южной Азии, Северной Африки и Африки вообще. Да и Латинская Америка ближе всего к Крыму, потому что Крым выдвинут в Черное море. И это самая близкая точка к тому, чтобы выдвигаться с нее для торговых, экономических и любых других контактов с зарубежными государствами. Мы исходим из того, что сегодня в Армении появились новые возможности для развития. Мир входит в цифровую эпоху. Армянские специалисты сейчас тесно сотрудничают с россиянами. Сюда, кстати, приезжает много специалистов по информационным, по цифровым технологиям. И это хорошо, что такое движение началось. Сразу армянская экономика на 13,7% за последний год выросла. Нам есть о чем говорить и в вопросах коммуникационного развития, и в вопросах, которые связаны, например, с такими важными, я бы сказал, определяющими вещами, как финансовые расчеты. В Армении всегда было много умных людей. Армения, армянский народ этим славится, потому что он жил в таких природных условиях, в которых умные люди трудно выживали. Поэтому нам надо найти эти новые способы и расчетов, и общения, и экономических, инвестиционных и прочих-прочих связях. В Крыму, как известно, сохраняется и активно работает свободная экономическая зона. Это тоже магнит, который привлекает бизнес и российский, и зарубежный. Поэтому поле для деятельности очень большое. И я уверен, что пройдем вот этот сложный период столкновения, конфронтации, одержим победу, и вообще все будет на новом этапе и в новом виде развиваться. Спасибо, Георгий Львович. Татьяна Анатольевна, как уже отметила Георгий Львович, вы в этом году приехали с большой культурной программой. Расскажите, пожалуйста, вообще, как происходит вот это культурное взаимодействие армян, потому что мы знаем, что армяне оставили большой культурный след. Сейчас вот насколько участвуют армяне в культуре и как это проявляется? Спасибо большое, что пригласили поучаствовать в нашем эфире. Хочу сказать, что культура Крыма и культура Армении тесно связаны между собой. Для нас большая честь представить сегодня музыкальную программу «Армения. Культурное музыкальное наследие». Мы приехали к камерным составам нашего Крымского академического симфонического оркестра. Сегодня действительно будут представлены произведения знаменитых, великих армянских композиторов, музыкантов. Для нас это очень-очень важно. И мы понимаем свою миссию, что благодаря культуре и миссии культуры сохранить то культурное наследие, которое у нас существует и в Армении, и в Крыму. Действительно очень много связано. Армянское культурное наследие в Крыму представлено 16 объектами культурного наследия. Главная задача действительно сохранить. И сегодня государство уделяет огромное внимание учреждениям культуры. Сегодня у нас подходят к концу реставрационные работы по дому Айвазовского. Это картинная галерея имени Айвазовского. Крыму мы планируем уже в начале лета открыть. Будем приглашать, конечно же, и коллективы, и армянские, чтобы приехали к нам, посмотрели. Потому что общая история должна нас всех связывать. И мы... Я вчера посетила ряд учреждений культуры здесь, в Ереване. Мы договорились о том, что, возможно, на наши площадки приедут коллективы. Крым всегда открыт для общения. Потому что благодаря культуре мы прекрасно понимаем, мы можем наладить ту связь между странами в самом лучшем образом. Если вот коротко. Уважаемые гости, спасибо вам большое за то, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. И будем надеяться, что вновь через какое-то время здесь встретимся. Обязательно. Мы будем продолжать быть вместе и укреплять наши связи во всех областях. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!